Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня очередной расклад из серии по вашим идеям. Данную идею предложила Таня К. Хочу еще обратиться к Тане и сказать, что когда вы оставляете комментарии, не надо их удалять. Они адекватные вполне, адекватные и нормальные у вас. Давайте начнем. Тема такая. Скелет в шкафу. Всплывет ли правда у вас? Это безотносительно конкретно сужение какого-то круга просмотра до вашего супруга или супруга тех людей, которые будут участвовать в этом раскладе. Просто при определенных загаданных обстоятельствах, например, встреча одноклассников, или вы выходите замуж, или вы знакомитесь с семьей своего мужчины, или вы приводите девушку домой, знакомите, например, с родителями. То есть неважно зритель канала в какой ситуации оказывается, но возникает вопрос, а всплывет ли при этих обстоятельствах скелет в шкафу? И что будет вам? То есть какие для вас последствия в целом, если все-таки этот скелет в шкафу возьмет и всплывет? Так ли это страшно? Мне очень нравится выражение, в действительности все не так страшно, как на самом деле. Да, успокаивает, но абсолютно бесполезное такое вот выражение смешное. Мы посмотрим, действительно ли все так страшно, как вам представляется в этой ситуации. Я предлагаю сделать пять вариантов. Я думаю, что хватит нам пяти вариантов. Первый вопрос это будет скелет в шкафу. Насколько вероятно то, что этот скелет в шкафу всплывет при задуманных вами обстоятельствах в той ситуации, которая складывается. И второй вопрос, чем вам это светит, если все-таки возьмет и всплывет? То есть даже если карты показывают, что нет, пока что всплыть не должен, тогда вопрос, а что бы было, если бы он все-таки всплыл? Такое тоже может быть. Поэтому мы сделаем следующим образом. Загадаем именно по каждому варианту, зададим два вопроса для того, чтобы получить ответы и на тот, и на другой вопрос. Первый, второй, третий, четвертый, пятый вариант вы можете загадывать как по порядку выкладки карт, так и по притягивающей, например, вас рубашке карты. Я обычно, знаете, еще о чем говорю. Можно, например, вашу первую карту загадать из второго варианта, а, например, уже вторую карту на вопрос, что будет при этом, если всплывет из пятого варианта. То есть так тоже можно делать, если вы понимаете, что вас здесь одна карта притягивает, здесь другая, можете в разнобой загадывать первый и второй аркан в вашем варианте, то есть из разных вариантов. И еще вы можете загадывать по порядку открытия карт мной, то есть ту карту, которую я открою первой, пятой, четвертой, здесь уже на вкус и на цвет все фломастеры разные. Поэтому вы загадываете так, как считаете нужным, я так, как считаю нужным, открываю арканы, поэтому никакие претензии по этому поводу, естественно, не принимаются. Для тех, кто хочет оставить свою идею для общего расклада, я оставлю в прикрепленном комментарии ссылку на специальное видео, под которым собираются ваши идеи для общих раскладов, для того, чтобы они не терялись под любыми видео на канале. Потому что умудряются даже под индивидуальными чьими-то раскладами писать эти идеи. Естественно, я где-то ехала, например, остановилась, прочла комментарий, допустим, через учетку в телефоне и забыла про него просто. А когда я собираюсь что-то снимать, я открываю специальное видео, захожу туда и под ним ищу идеи, которые мне было бы интересно воплотить в жизнь, те, которые у меня нашли определенный отклик. Поэтому под специальным видео идей для ваших раскладов, для общих идей вы можете оставлять. А здесь, под этим раскладом, я, естественно, буду ждать ваших комментариев по поводу того, ну вот, что вы выбрали, как получилось, так ли все в действительности страшно, как вам казалось, или все не так серьезно. И мы начинаем. Для тех, кто выбрал вариант номер 4. Он сегодня первый по порядку открытия. И вот здесь, вот знаете, какая интересная штука. Карта говорит о том, вот на вопрос, всплывет ли у вас скелет в шкафу. Нет. В рамках задуманного вами срок где-то до полугода-года или в момент вот этих обстоятельств, которые вы загадываете, тайна всплыть не должна. Но, естественно, если вы сами ее не расскажете, потому что никто вам не может запретить просто развернуться и сказать, а я вот хочу все-таки взять и рассказать. Вы можете любое решение принимать, вы можете рассказывать, вы можете не рассказывать эту тайну. Здесь уже как вам заблагорассудится. Но в целом у вас хорошие шансы на то, что ничего не всплывет и вы сохраните все в тайне. Другой вопрос, что те обстоятельства, которые становятся известными более чем одному человеку, это уже тайной можно назвать, знаете, с натяжечкой. И здесь уже появляются большие риски. Если кроме вас и может быть одного-двух еще человек никто об этом не знает, то вряд ли что-то всплывет и вряд ли что-то действительно, чего вы боитесь, будет обнародовано. Если все-таки всплывет, то что для вас будет в этом случае? Вы знаете, здесь ложится карта достаточно нейтральная. Она говорит о том, что ваша судьба от того, что это всплывет, не изменится. Но нервотрепка будет достаточно серьезная и удар по вашему самолюбию тоже будет достаточно сильный. Вас вскрытие вот этой тайны на долгое время заставит выйти из зоны комфорта. И вы окунетесь как будто бы в зону разрушений и переживаний, после чего вы все-таки вернетесь в состояние душевного равновесия. Но это будет не сразу. Вообще нервотрепка может быть достаточно жесткая, но вам удастся восстановить все, что вы планировали. То есть если вы боялись, например, что ваше отношение с супругом, с загаданным лицом разрушит открытие этой тайны, то здесь карты ложатся так, что вот что вам по судьбе в этих отношениях, то и будет идти. То есть да, вы можете сами влиять на эти отношения, и вы можете их как испортить, так и улучшить. Но вот эта тайна ваша, по сути, она данные отношения не изменит. Никакой катастрофы в этом случае для вас не будет. Все будет идти, вот знаете, как бы по накатанной, так как оно и должно было происходить. Поэтому вполне возможно, вы очень даже зря боитесь и скрываете вот те обстоятельства, которые вы считаете скелетом в шкафу. Потому что каких-то катастрофических последствий в данном случае для вас здесь не будет. Может что-то быть связано с передвижением в пространстве, с поездкой, с переездом в результате. Но в целом карты говорят о том, что на вашу именно судьбу, на изменение кардинальное события и отношений с обозначенным человеком, это не повлияет. Наоборот, если человек относится искренне, ему это поможет даже, может быть, как-то лучше, больше вас понять и, может быть, даже где-то пожалеть. А может быть, вы для него даже будете примером в рамках этой ситуации. Потому что то, что мы считаем, например, каким-то недочетом, иногда люди говорят, боже, да как же ты это выдержал или выдержала. Ты скрывала там или ты скрывал, а я просто боготворю тебя после того, как я узнал, что ты такое перенесла в жизни. Так тоже может быть, в принципе. Поэтому, если нет настроения и желания, естественно, не раскрывайте секретов. У вас есть шансы этот секрет сохранить. Но, по сути, кардинально в вашей судьбе открытие данной информации ничего не поменяет, ничего не изменит. С ног на голову и с головы на ноги тоже не поставит. Для тех, кто выбрал позицию номер 1. Она вторая по порядку открытия. Вот здесь вот карты ложатся, которые говорят о том, что у вас есть шанс, что данный скелет в шкафу всплывет. Но вы должны понимать, чем вот это всплытие и открытие данного секрета и скелета в шкафу может быть связано. Связано это может быть с чем-то достаточно, вы знаете, жестко истерическим или очень эмоциональным состоянием. То есть здесь вы в состоянии аффекта сами можете наговорить достаточно много, можете сказать о чем-то, о чем вы даже не предполагали рассказывать. Или если вы разозлите носителя этой тайны, то есть если вы, например, выведите на эмоции того человека, который вместе с вами эту тайну сохраняет, Вот это может быть номер, как раз таки через который тайно всплывет, и скелет в шкафу объявится. Это может быть сюрпризом. Но в данном случае вообще здесь ложатся карты, которые говорят о том, что в ваших силах просто не выводить человека, который знает опасную для вас информацию, на какой-то очень высокий эмоциональный уровень, чтобы у человека просто, знаете, от кипения, как крышка на кастрюльке, не сорвалась. Потому что здесь есть риски, но есть риски сказанного на эмоциях. Либо вы можете, допустим, если вы скрывали, что у вас это второй, десятый мужчина, говорили ему, что второй. То есть вы в состоянии аффекта можете сказать, да у меня до тебя их 20 человек было, да ты дурак, и прочее. Вот чтобы не было на эмоциях вот таких вот скачков, вы должны жестко контролировать эти моменты, когда вы понимаете, что вот-вот необдуманно вы можете именно погрузиться вдруг в море эмоций. И совершить подобного рода не слишком комфортный для себя шаг. Что при этом будет? Ну, что при этом будет? Карты говорят о том, что, знаете, вполне возможно, вы зря боитесь. Во-первых, вам удастся помириться с человеком, удастся сказать, что вы все-таки пошутили. То есть вы даже если раскроетесь потом, или кто-то раскроет вот эту тайну, вам удастся уболтать, уговорить, сказать, да ты понимаешь, это так пошутили, это вообще ложная информация и так далее. То есть если вам не захочется, чтобы человек окончательно верил в эту информацию, то сможете заболтать потом. Но при этом карты говорят о том, что, возможно, после вскрытия этой информации вам станет комфортнее. То есть у вас, знаете, вот как будто бы груз с плеч упадет, спало, как будто бы напряжение, из скороварки воздух вышел и полегчало. Вот не зря говорила о кастрюльке кипящей, на ней крышке. То есть, да, вот эта подпрыгивающая крышка, она даст возможность тому пару, который сдерживается внутри вас, все-таки выйти. И если вы считаете, что может быть приемлемым, да, вот такое облегчение душевного состояния, вы можете рассказать об этой ситуации, разговаривая будто бы о третьих лицах. То есть такие варианты тоже возможны. Вы просто можете говорить, а вот, вот, допустим, там какой-то знакомый или какая-то знакомая имели вот такую ситуацию в жизни. Или можете сказать, а я в ток-шоу видела, да. Вот как ты считаешь, как ты думаешь. Для того, чтобы вы знали реакцию партнера или того человека, которому вы собираетесь открыться заранее вот в этой ситуации. Но в целом еще раз могу сказать, что вам даже может принести облегчение душевно эта ситуация. Вы почувствуете себя уютнее и более доверительно с человеком. То есть вы почувствуете, что какой-то новый шаг в отношениях, а уж на встречу или в отдалении друг от друга все-таки свершился. И для вас это внесет какую-то своего рода все-таки определенность. Для тех, кто выбрал позицию номер 5. А на третье по порядку открытия. Ой, какая красота. Ну смотрите, в вашем случае действительно может скрыться тайна. Причем от третьих лиц. От лиц малознакомых вашему партнеру или загаданному человеку, до которого вы не хотите, чтобы дошла эта информация. Есть какой-то вот человечек такой несерьезный. Возможно, он находится или она даже в другой стране. И здесь вот ложатся такие вот карты, которые говорят о том, что да, может разболтать. Причем женщина может разболтать. Женщина вот такая вот у нас выпадает своеобразная, специфическая. Женщина-девочка по характеру очень эмоциональная, капризная. Может быть это вы сами при тех обстоятельствах, если вы оставили эту информацию о себе где-то в интернете. То есть если вы когда-то как знаменитая порно-актриса, там я не знаю, снимались в фильмах и выложили это на каком-то сайте. Я конечно речь сейчас не о вас, речь просто о гипотетической какой-то даме. И вы выложили где-то это на сайтах, где-то это есть в интернет-магазина, где-то может быть ваше фото неподобающее. Оно сохранилось в интернете. И вот этот вот интернет, особенно если вы от волнения сами это начнете искать и забудете почистить потом историю или какую-то страничку закрыть, то вы сами даже можете, а не третьи лица, стать вот таким вот толчком к открытию этой информации, которую бы вы не хотели открывать. Здесь риски есть. И правда вполне возможно в ближайший год-два вскроется, может быть в меньшие сроки. Ну и к чему это приведет? К эмоциональной какой-то вот такой составляющей. Но если мы говорим о отношениях ваших с мужчиной, то есть вот если это как раз та ситуация, когда вы своего мужчину загадываете, то у вас может появиться соперница в данном случае в результате открытия этой тайны. Но в ваших силах сделать так, чтобы не пострадало все-таки эго ваше и не пострадало чувство собственного достоинства того мужчины или того человека, который с вами рядом, для того, чтобы ему не захотелось где-то искать большего понимания и где-то не захотелось искать общение параллельно с вами. Но в целом карты говорят о том, что это может к неожиданному, очень скорому решению, к неожиданному для вас привести. И решение будет заключаться в том, что человек сделает вид, что он ничего не понял или не заметил. Знаете, из ситуации «ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад». Человек либо не будет особо на эту тему разговаривать, и для вас это будет сюрпризом, либо он сделает вид, что не поверил, либо он может очень ровно, вот знаете, неожиданно ровно для вас отреагировать. Такие вещи тоже могут быть. Но в целом для вас это, вот знаете, какая-то мина замедленного действия. И если это как-то икнется, то это икнется в срок гораздо больше, чем в тот, который вы расскажете. То есть если вы сегодня взяли, рассказали, или человек в интернете нашел, или друзья по интернету там, да, написали ему, то в таком случае он сперва, видимо, очень спокойно отреагирует. Вы удивитесь, вот это для вас будет неожиданно. Но спустя год-полтора человек вдруг может начать эмоционировать по этому поводу. Так что вот такие странные могут быть результаты. Для тех, кто выбрал позицию номер 3. Она четвертая сегодня по порядку открытия. Ну вы знаете, ой, здесь ложатся карты, которые говорят о том, что по сути у вас есть все шансы сохранить эту тайну. Но, во-первых, в подвыпившем состоянии или на свадьбе, на каком-то торжестве, на каком-то мероприятии третьи лица могут об этом сообщить. Причем с нехорошими целями. То есть может быть какая-то подголодная змея, которая об этом скажет. Но вам удастся защитить свою позицию и объявить вот это сообщение неправомочным, неправомерным и лживым. Здесь, знаете, вот именно риск такой, что да, скелет из шкафа может выпасть, но вы его фигурально выражаясь обратно в шкафчик, так знаете, засунете и шваброчкой подопрете, чтобы больше не выпадал. Вот такие вещи есть. Но что для вас это принесет? Вам это будет нервотрепка. У вас будут переживания. Давайте посмотрим, насколько оправданы будут такого рода переживания. Для вас это да, будет открытая правда, возможно, связанная с интимными отношениями или с детьми в том числе. Я говорю о большинстве тех, кто загадал этот вариант. У кого-то, может быть, из нескольких тысяч, смотрящих это видео, впоследствии будут совершенно другие мотивы, моменты и скелеты. Но здесь ложится карта, которая... Карты ложатся те, которые говорят о том, что вам не стоит так переживать. И вы, несмотря на то, что резко вдруг переживать начнете, после открытия тайны стабилизироваться, тоже сможете достаточно быстро. Но у вас единственный выход убирать этот скелет в шкаф обратно, как я уже сказала, подбирать его шваброчкой или ведерочком, чтобы он оттуда просто больше не вываливался. Посмеяться над этим, пошутить и забыть. Но тот человек, которому откроется этот секрет, ваше оправдание, ваш пересказ, вашу версию воспримет с большим доверием, чем версию третьих лиц. Тем более, если эти лица были выпившие и сказали какие-то вещи, ну, скажем так, не подумав. Это очень можно будет свалить на то, что вам там завидуют, или на то, что это неверная информация. Это можно будет все загладить, замять, и у вас есть такой шанс. Ну, и, конечно, вариант КЭП. Очевидность сегодня это вариант номер 2. Он пятый по порядку открытия. Нет в вашем случае, вы знаете, скелет в шкафу, скорее всего, так и останется скелетом в шкафу, если вы сами не захотите его оттуда вытащить. И сохранение этой тайны вполне и вполне перспективно. То есть, вряд ли то, что мы видим здесь, может указывать на то, что просто возьмет этот скелет, выпрыгнет, там, потрясывая своими косточками. Это, скорее всего, то, что будет сохранено в тайне. Маловероятно, что в ближайшие 4-6 месяцев это, правда, всплывет. И если ее также тщательно охранять, как вы делали это раньше, то и в более отдаленный период времени вы можете еще долгое время сохранять в тайне то, что вас там беспокоит и то, что вы не хотите говорить. Что будет, если все-таки узнают? Ну, для вас ничего серьезного, никаких очень серьезных последствий не будет. Потому что, скорее всего, эта тайна не откроется. Вообще, для вас будет, знаете, вот как будто бы... Для вас, скорее, ожидание большее мучение, чем вскрытие этого секрета. Или, знаете, как вы думаете, гораздо больше, да, чем есть на самом деле. То есть, вы думаете, что последствия будут больше. Вы думаете, что риски открытия вот этой тайны, они больше, чем они есть на самом деле. То есть, вы переживаете зря, по сути, сейчас. И карты говорят, что даже если случится так, что вы сами вывалите этот скелет, да, просто и всем покажете, раскрашите его в разноцветные там оттенки радуги, то для вас никаких серьезных последствий это, по сути, иметь не будет. Вы воспримите просто это как определенный удивительный квест, скажем так. Ну, конечно, попереживаете, но для вас, знаете, для вас все-таки ложатся карты сохранения тайны. Вообще, маловероятно, что эта тайна откроется, если вы сами этого не захотите. И ущерб для вас, по сути, будет минимальный. То есть, какой-то глобальной катастрофе мы здесь не видим в результате того, что эта тайна каким бы то ни было образом откроется. Вот такой у нас получился расклад от Татьяны, от Тани Кажду. Это ник человека, который предложил данные и тему, жду обратной связи. Конечно, от вас, от всех зрителей жду. Есть ли у вас, в принципе, скелеты в шкафу, или вы загадывали, может быть, какого-то другого человека. Что у вас получилось, какой вариант, что вы для себя сделали, какой вывод. Стоит ли самому, например, открыть эту тайну, или все оставить пока что на самотек, как есть, и подождать, что будет. Вот как вы считаете, в результате того, что вы послушали для себя, поступить лучше. Для тех, кто хочет заказать для себя индивидуальный расклад, вы можете писать мне в личку. Все мои контакты в текстовом описании данного видео. Но прежде чем писать, я вас очень прошу, смотрите видео. Оно обязательно к просмотру. В прикрепленном комментарии будет ссылка на видео, как получить индивидуальный расклад. Обязательно его смотрите, потому что иначе есть большой шанс, что наша беседа не сложится. Там изложены краткие правила того, как нужно себя вести, какие бывают расклады, для того, чтобы вы не засыпали меня кучей вопросов, на которые уже есть ответ. И, конечно, я всем желаю удачи, до встречи, до свидания.